Всем добрый вечер. Первый наш турецкий сбор завершен. Сегодня мы подведем итоги вместе с главным тренером нашей команды Сергеем Витальевичем. Первый вопрос по сегодняшней игре. Что скажете? Два разных тайма мы сегодня увидели. С чем это связывается? Первый тайм, я думаю, ребята очень переживали за игру с Красноярском. И видно, вышли, хотели показать, сразу на третьей минуте пропустили мяч необязательно. И так немножко, ну, видно было их волнение, видно, что хотели реабилитировать себя. Плюс это последняя игра была на этом сборе. Понятно, что где-то было волнение, все. Ну, молодцы, во втором тайме вышли, видно, и показали совсем другой футбол, показали, что могут играть, могут играть быстро. И могли еще было много моментов забивать. И хороший, второй тайм был очень хороший. Такие голы получились довольно необязательные, согласны? Да у нас все голы здесь были необязательные. Но это с тем-то и связано, что у нас из трех защитников основного состава, все трое, по различным причинам не участвовали в этих матчах. Но зато мы посмотрели, именно с сильными соперниками, посмотрели молодежь, наши вторые номера, которые должны в любой момент выйти и давать результат. А где их смотреть, как не с командами премьер-лиги? Я думаю, что они сами увидят, к чему надо стремиться, какие скорости. После второго пропущенного мяча у вас такое было очень тяжелое лицо. Что у вас были мысли в голове в тот момент? Нет, не лицо тяжелое. Просто когда видишь, что мы пропускали мячи после детских ошибок, самое важное для меня было, чтобы ребята не опустили руки. То есть как они выберутся из этой ситуации. И второй тайм показал, что есть характер, характер остался у команды. И те игроки, которые у нас на просмотре, они вышли, добавили скорости, добавили вот этой... То есть мы еще даже мощнее стали выглядеть во втором. Видно, может, то, что нас где-то бить стали так, и ребята как бы сплотились так. Но этот матч, он очень важный для нас был матч именно в плане сплочения коллектива. Тем не менее, перерыв прошел довольно-таки спокойно с вашей стороны. То есть ребята сами завелись и вышли, показали игру. А что тут говорить? То есть мы говорим только футбольные вещи. Сейчас не чемпионат, тут не надо никаких психологических вот этих моментов. Здесь важны нюансы игровые, подсказать, где правильнее сыграть, где надо... Вот и все. В целом, как вы оцените итоги первого турецкого сбора? Я оцениваю, что то, что мне надо было увидеть, я увидел. Не просто так были выбраны именно сильные соперники. Потому что после хорошего года, прошедшего года, хорошего, нам надо было именно сыграть с командами, чтобы мы почувствовали, что не все так просто в футболе. Что надо пахать, надо работать, надо доказывать каждый день. И в этом плане этот сбор был именно такой, чтобы мы опустились на землю, чтобы мы не возомнили, чтобы мы... Поэтому соперники были сильные, подобранные. Насколько неожиданными получились травмы у того же Бегунова, Галовича? Ну, там были не скажу, что такие сильные травмы. Вот. Это даже травмы больше смены грунта, вот такого характера. Вот то, что Швецов получил травму, это, конечно, травма на грунте. Сегодня, правильно? Да, он отыграл все четыре игры за две недели, плюс двухразовые тренировки. Конечно, у меня не было выбора, как бы не хватало игроков. Поэтому и на йог две игры выручал, играл в обороне. Потому что основных защитников нет, а все остальные – это молодежь наша. Какой матч остался, в вашей памяти, вот с самой лучшей стороны на этом сборе? Я считаю, самый лучший матч был – это второй тайм против «Динамо Москвы». Второй тайм, именно второй тайм. И, наверное, если брать целую игру, то, конечно, со словенцами. Это был такой тоже добротный матч, когда мы держали структуру. Все, кроме последних двух минут. Сегодня на поле начинал матч тот состав, который, наверное, максимально приближен к основному. Правильно так рассуждать или еще пока рано делать выводы? Нет, рано делать выводы, потому что у меня никогда нет основы, не основы. У нас есть команда, это будет группа более 20 игроков, которые должны выходить и давать. Любой из них должен всегда готов выйти и помочь, добавить и усилить игру команды. Не в первый раз Саша Найок опускается в оборону. Это то, к чему стоит нам опять-таки привыкнуть или просто вынужденная мера? Нет, это вынужденная мера. Он там однозначно играть не будет, когда поправится. И это только форс-мажорные обстоятельства. Тем не менее, Саша Сочевка уже подходит к оптимальным кондициям. Уже, я думаю, скоро вернется в общую группу. Не будем ничего загадывать. Когда будет, тогда будет. Он хорошо работает, набирает сейчас форму. Важно, чтобы... Нам сейчас не надо ничего форсировать. Нам не надо сейчас даже никуда бежать. То есть мы не должны сейчас показывать свои самые сильные стороны. Это полтора месяца еще у нас для подготовки. Поэтому мы будем планомерно подходить к началу чемпионата. Понятное дело, что на сборах результат это не самое важное. Но тем не менее, все-таки, наверное, хотелось сегодня выиграть. Как-то вот давлело это желание победить? Ну, больше я хотел посмотреть игру команды. Что мы отрабатывали, как мы будем. Все-таки ситуация, видите, тоже непростая в обороне. Поэтому мы пропустили много мячей. И практически мы все мячи на процентов 70 после стандартов. Но тем и показательные игры подготовить наперед, что тебе они должны дать информацию. На чем работать, на что больше уделить внимания. И где потенциал наш, чтобы играть еще лучше. Что известно по второму турецкому сбору по поводу соперников? Они будут такие же сильные? Нет, соперники уже будут другого плана. Потому что ничего сильнее мы найти не можем. Ну, и как бы у меня не стоит сейчас цель именно уже супер соперников. То, что мне надо было, я увидел на этих сборах. Нас повозили, надо было, чтобы нас погоняли. А сейчас нам уже надо наигрывать связки, наигрывать взаимопонимание. Мы посмотрели всех футболистов, кого мне надо было посмотреть. У меня сложилось свое определенное мнение. И готовимся. Решение по просмотровым футболистам. Я сейчас ничего не буду озвучивать. После только встречи с Юрием Александровичем. Ну, что можете сказать про молодежь, которая поехала на этот сбор? Ну, что, они свою миссию выполнили. Надо тоже им давали определенное время игровое. Понятно, что они еще с такими командами никогда не играют. Им тоже надо было посмотреть, окунуться вот в эту атмосферу главной команды. И насучить рукава, и работать, пахать. Все, Витальевич, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok